Александр, день добрый! Добрый день! Стали вытягивать отдельные акции. Позавчера «Газпром» наверх, ну там два дня за это тоже он рос, потом «Лукойл», сегодня попытка «Роську» вытащить наверх. Жизнь стала интересной. Согласитесь? Мое мнение, что ситуация с «Газпромом», то, что будут, как все надеются, промежуточные дивиденды, это фундаментально меняет все на рынке. Потому что государству, а у нас все-таки доля государства ВВП 50-70%, не наплевать, что будет с фондовым рынком. Ведь можно деньги-то через налоги выводить и повысить. Соответственно, это очень хорошая новость для инвесторов, для рынка. Это означает, что в России фондовый рынок останется. И, соответственно, другие наши, видимо, голубые фишки, тот же СБЕР, в итоге пойдут по пути «Газпрома», плюс ликвидность останется на фондовом рынке. Это очень хорошая новость для рынка в целом. Что касается нефтянки, ну, цены просто очень хорошие. Более того, то, что западники хотят ограничить цены на нашу нефть, ну, на самом деле, это картель. Если мы возьмем средневековую историю Европы, все эти объединения, там, цеховики и так далее, это тоже были попытки картеля. То есть покупать дешево, продавать дорого. Вот опеки, они просто говорили, мы любим деньги, поэтому хотим нефт продавать дорого. А здесь они свое политическое словобудие накладывают, но так или иначе они ведут себя как картель. Но продавить вот так красиво невозможно. И это лишний раз показывает, что на самом деле все очень хорошие, правильные слова о свободном рынке и так далее, для них это просто, ну, словобудие. Они просто своей цели стараются достичь и больше ничего. Ну, ты согласись, что продавить Россию можно или невозможно? Это будет понятно через несколько лет. Ну, в итоге, да, я думаю, что наше противостояние с Западом, оно достаточно длительное. И действительно не ограничится Украина. И почему мы видим? Я вот считаю, что зона евро может либо вообще дать дуба, либо стать меньше, потому что возврат к национальным валютам в Италии или в Испании – это очень высокая вероятность. Более того, даже Липен, когда она избиралась, вот не последний раз, а перед этим, она говорила о возврате к франку. Соответственно, в этом случае суверенный долг пересчитывается в национальную валюту, что есть лоб-дефолкт и банковский кризис автоматом. Я думаю, что через год пара евро-доллар будет на уровне первого года, то есть 0,82-0,84. А я, да, я читал твою аналитику, что ты думаешь, что 0,82 будет. Соответственно, раньше бы можно было говорить о том, что стимулируются европейские, прежде всего немецкие экспорты и так далее. Но сейчас на фоне стокфляции неизбежной вряд ли слабый евро как-то им поможет. Давай вернемся к «Газпрому» как маркеру благополучия российского фондового рынка. Когда-то РАО ЕС, теперь «Газпром». Ну, 20 лет назад, мы помним, РАО ЕС России. Ну и что делать с инвестором? Давай мы поговорим про мои акции. Смотри, Яндекс. У меня есть еще до спецоперации купил и очень жалею. Выходит новость о том, что там терки по облачным процессорам. США не предоставляют процессоры Китая там вчера. И, наверное, будет развитие облачной социологии Яндекса заранено, мне так кажется. Я бы никогда не купил Яндекс, если бы сейчас знал, что начнется спецоперация. Ну, ладно. «Газпром». «Газпром» не жалею. «Лукойл». «Лукойл» купил как маркер. Только как маркер, чтобы посмотреть. Не хочу покупать. Очень грустная новость. Люди встали на уши, да, из-за нее. Но на самом деле, я думаю, что если вы портфельный инвестор, это не особо затрагивает. Надо спокойно просто сказать. Это по какой новости? По «Лукойлу». А, ну, там новости. Суицид, не суицид, да. В мае была грустная новость. Сейчас грустная новость. Много грустных новостей идет. Я думаю, что на самом деле «Лукойл» – это одна из наших основных фишек. Старейшая фишка. И вообще и нефтянка, и информационные технологии, они, с моей точки зрения, должны быть лучше рынка из-за более высокой беты. Что касается информационных технологий, ну, мне ВК нравится, потому что это русский Фейсбук, да. Вот. Ядекс мне меньше нравится. Мне нравится, опять-таки, пользоваться технологией. То есть, как говорили, вошли они на этой неделе во все фондовые индексы, Мосбиржи, которые только можно, да. И информационных технологий, и малой капитализации, и общий. Соответственно, позитивный поток новостей рано или поздно всегда сказывается на котировках. Понятно. Ну, вот еще раз я говорю. «Лукойл» я купил, и мне неприятно. Ну, просто надо как аналитику отслеживать. Сбербанк. Вот Сбербанк держу, там уже плюс 11% неприятно. Я верю, что Сбербанк будет акции восстанавливать. Что ты по этому поводу думаешь? Я хотел бы отметить такой момент, что при высоких ценах на энергоносители есть одна фишка – это Сбер, который выигрывает больше, чем нефтяные компании «Газпром», потому что у них все-таки, у нефтяников достаточно жесткие налоговые режимы, а у Сбера нет. Опять-таки, все-таки люди понимают, что время сейчас политически не самое простое, и доверие к Сберу очень большое. За счет этого Сбер выигрывает в Россию. Вот. А в качестве резерва по инвестированию у меня юань из фонда «Золото ВТБ». Я новых денег не завожу принципиально до кончания спецоперации. Я просто продаю кусочек. У меня как раз плюс 6,5% сейчас – это ВИМ. И покупаю то, что мне интересно. Вот сегодня купил, докупил «Газпром», мне интересно. Ну, правильно. На самом деле, если хотите оптимизма по «Газпрому», построите стандартную модель мультипликаторов, там и ВИН, и МИДА, и вот это все. И еще и ВИН на резервы. Там действительно «Газпром» обеспечен запасами лет на 100 вперед. И оценка запасов не просто дешевая, она совсем дешевая. Когда-то, конечно, это было 15 лет назад, мы считали с учетом запасов «Газпрома». И там получалось 32 доллара за акцию. Но так или иначе, все-таки совсем сбрасывать запасы в оценке компании, наверное, неправильно. Понятно. А вот как бы ты построил портфель? Я понимаю, «Позитив Технологиз» у тебя был бы, «Сбербанк» был бы, нефтяк был бы. ВК, ВК, обязательно. А вот, я думаю, что «Окрон» тоже, «Сбер», да? А у нас, кстати, финансовый сектор, это «Сбер» и «ВТБ», но «ВТБ» бумаг неформирует. Александр, ты… Россия мне всегда нравилась. Ты можешь мне, со слов «ВТБ бумага дешевая», то какие-то враги пригрызли на лене у телефона? Ну, «ВТБ» бумага, она тоже фишка, да, никто не спорит. Но, скажем так, «ВТБ» очень нефартовая бумага, я бы не связывался. Хотя «Фундаменталка», ну, вообще весь наш рынок дешевый. Фавориты мои – это информационный сектор и финансовый сектор. Что касается «Роснефти», ну, всегда там корпоративное управление было выше, чем в «Газпроме». Соответственно, «Роснефть», кстати, торгуется прилично ниже своих «Хайок» сейчас. И, соответственно, мне она тоже, конечно, очень нравится. Более того, скажу я о пошлости, ну, не стоит вообще забывать о том, что «Росе» может все-таки с «Оргутом» как-то там объединиться. Потому что рано или поздно это должно случиться, исходя из тех процессов, которые есть. Понятно. А вот такие имитенты, как столовые клетки, тебе нравятся? Ничего не могу сказать, но так или иначе, ликвидность-то маленькая в этом, да? Если вдруг будет какой-то реально там положительный момент, то очень сильно может бумага улететь, и, конечно, на этом можно очень хорошо наработаться. Вообще фондовый рынок, он же отражает структуру экономики, структуру хозяйства. Ну, понятно, что «Лукоил» останется навсегда, да, и «Газпром», и «Сбер». Откуда ты знаешь? Ты что, помнишь, как проект реконструкции, как разделение на транспортные составляющие, к нему же вернуться? Нет, к нему в «Газпроме» не вернуться. Это вообще была идея западников и наших реформаторов. Они хотели и добычу «Газпрома» разбить на 8 компаний, а потом Михаил Борисович Ходорковский хотел купить добычу, а транспорт оставить государством. Причем на вопрос о чем 5 миллиардов долларов, он вроде как сказал, но у «Юкоса» больше просто нет. А, соответственно, эти компании, они останутся. Но импортозамещение, развитие той же кибербезопасности, оборонка, то есть у нас структура хозяйства сейчас будет меняться, и, конечно, это найдет отражение на фондовом рынке. А можно спросить тебя такой интимный вопрос? А ты сам хоть часть средств хранишь в инструментах фондового рынка? Вот на самом деле сейчас очень мало в плане портфеля. Там чисто символические вещи. Более того, ну вот как СВО, потом отскок, да? Прямо там сразу был. Я все продал, потому что тогда все казалось бесперспективно. Но на самом деле, вот я никому не навязываю точку зрения свою, но я считаю, что инвестиции – это не только пинаи, вины и беда, скотированные денежные потоки и процентные ставки, там, ЕЦБ, Федорезервы, банкрайсии. Я считаю, что инвестиции – это философия. Наша жизнь, она конечна. Прошлое – это прошлое, а будущего может и не быть. Если у вас что-то сильно подражало, продавайте и потратьте деньги. Родители, если они еще живы, на себя, на путешествия, супруге или возлюбленное сделайте подарок. Потому что будущего может и не быть, живите сейчас. Вот 17-18 год я продавал свой портфель активно и, соответственно, тратил на себя деньги. Даже на те же там кабаки, там, достаточно дорогие. Сейчас, кстати, моего любимого кабака в Терландском Ермаке просто нет. У меня были друзья, которые говорили, зачем ты это делаешь. Они даже где-то там ужимались, они наращивали портфель акций. Ну и что, по состоянию на весну, наши счета… Ну, их там, ты можешь, конечно, было, я бы уже потратил. Но все-таки это где-то было сопоставимо. То есть, если есть плюс, продавайте и тратьте на себя. То же самое. Разговаривал я с одним парнем. У него такой личный портфель, там везде огромный лось. Газпро, груз гидро. Я говорю, слушай, а тебе вот так не повезло, ты так бумаги-то эти набрал себе. Говорит, ну нет, ну я продал то, что осталось только вот с лосями. Я говорю, ну хорошо, а ты не мог продать и вложиться в что-нибудь растущее, когда ты видел, принять вот убыток. Он говорит, ну а как я могу продать убыток? То есть, все-таки этот момент и то, что я уже сказал, что надо жить сегодняшним днем, как бы не было хорошо, если у вас хороший плюс, продавайте и потратьте деньги на себя, на впечатление, потому что будущего может и не быть. Как только ты рассказал про элитные кабаки, я вспомнил, что сегодня трейдеров пригласили на народный шашлык по адресу проспект Мира, 54, ссылочка в описании. Стоимость участия сколько, Саш? Саша? Я не знаю. Ну угадай, ты же аналитик, сколько стоит народный шашлык до трейдеров с пивом? Я не знаю, я так могу сказать, что в принципе посидеть нормальная ресторация в Москве это порядка, ну не супер дорогой, типа бучки, но все-таки так, 5 тысяч долларов. 300 рублей во дворе? Нет, послушай, не я, спокойно, не я организатор, не я. Да, спокойно. 300 рублей стоит сбор под грибочком, где лавочки, все бесплатно. Не я, я к этому отношения не имею, это народное такое желание. Я ничего, я только гости, все. Я понял. Вот, так что видишь, какие мы все разные. Мы все на рынке фонда мы работаем, но кто-то ходит по элитным этим ресторанам, а кто-то на лавочке сидит за 300 рублей. Ну дождик сегодня, я не знаю, как лавочка. А там навес есть, лавочка под навесом. Нет, другой ванной. Ну, хотя вот, ребята, там внизу написано про этот народный шашлык, это кот Манулу устраивает. Саш, приходи, это проспект Мира, 54. Там вроде офицеры живут, и вот во дворе можно... Ну, я так, я же работал когда-то на водонатах. Я знаю, вот, да. Так что там внизу есть информация, ребят, кто хочет прийти к коту Манулу и готовьте 300 рублей, короче. Не меньше, не меньше. Вот, ладно, я ты немножко отвлекся на шашлык, потому что очень согласилась шашлыка. Значит, мы сейчас говорим про инвестиции, как философию фондового рынка. Я согласен, что мы можем умереть на чемоданах с деньгами, как у Куприна, да? Человек умер, копил и умер на чемодане с деньгами. Это глупо. Ну, в Штатах были различные такие примеры, когда умирал человек, и выяснялось, у него там на счете куча всяких бумаг и кэш. Но все-таки деньги должны нас радовать, а не мы должны радовать деньги. Но это моя философия. Давай поговорим про ситуацию с рублем. Мне очень интересно, что ты считаешь? Вот вышла новость, которая была провернута, Bloomberg, что будут большие покупки валют недружественных стран, простите меня, юаня. Читаю юаня. Какая ситуация с рублем, ты считаешь? Я считаю, что Минфин отчаянно хочет иметь более дешевую рубль. Им это очень надо, 70-80. Мое мнение, что нам нужен сильный рубль. Я считаю, что особенно в новых реалиях не надо покупать валюты любых других стран. Может быть, юань. И надо покупать золото. И вполне надо поддержать российский средний класс, покупать наши фишки. Это поддержит их капитализацию. Я считаю, это очень-очень неплохая идея. Вообще, философские размышления. Вот у нас есть Центральный банк, который, в принципе, я хотел бы, очень не любит это делать. Валютными интервенциями там должен рубль поддерживать. Понятно, да? Но давайте создадим Федеральную фондовую корпорацию, «Владкая контора» по бумагам «Газпрома» в середине 90-х, которая бы проводила интервенции на российском рынке акций. Способствовала бы развитию рынка капитала. Также принадлежит правительству или ЦБ. С моей точки зрения, это правильно. Надо поддерживать котировки, в том числе за счет госденег. Но это уж я совсем оптимист. Кстати, что мне не нравится, новости за последние два дня. Про «Газпром» было много новостей. Про «Северный поток», про Европу, про дивиденды на федеральных каналах не сказали нигде. Про «Лукойл» на федеральных каналах не сказали нигде. Про то, что один из самых известных российских инвестбанкиров, в прошлом, по крайней мере, господин Варданян, отказался от российского гражданства и уехал... Непонятно, куда он уехал, в Армению или в Карабах, потому что Карабах – это Азербайджан. Ну, ладно. Тоже не сказали нигде. Он, кстати, в друзьях у меня в фейсбуке сам постучался. Ну, нет. Личность, конечно, легендарная, но все-таки тут есть такой момент, что, во-первых, есть позиция Медроссия, что Карабах – это Азербайджан, плюс все-таки он продал тройку. Там очень сложная сделка. Берем, грубо, да, оценку за миллиард. Там вроде не все деньги ему, а часть денег сотрудникам тройки, что, наверное, правильно со всех точек зрения. Но так или иначе, это госкомпания. А с другой стороны, его тоже можно понять. Поэтому вот этих новостей не было. Я даже не понимаю информационную политику наших каналов, потому что это важно. Более того, сейчас есть интернет, ты заходишь, ну, и сразу все это читаешь. То есть, ну, сразу ты узнаешь эти новости. И их как бы вот убирать из повестки, ну, с моей точки зрения, не правильно. Слушай, я знаю, что ты очень много освещаешь Сургут. Обстоятельства изменились. В лидеры вышел Сургут, плюс 6%. Роснефть плюс 3%. То есть выдергивают то да сё. Что ты думаешь по поводу Сургута-то? Ну, Богданов великий человек, я согласен. Главное, всё-таки, это больше инвестфонд, да, а не 60 миллионов тонн нефти. Соответственно, вот что там и как, учитывая, что всё-таки доллары и евро – токсичные активы для наших, что там будет, очень бы не хотелось, чтобы эту денежную позицию, как корова языком. Сургут получился таким, как он получился в результате своей истории. Самый главный момент там – это апрель 3-го года попытка Альфы, ну, недружеское поглощение, погласить казначейские акции, они скупили 10-15%, а 10-15% от 40% – это почти контроль. 60% – это трожеря были. Но сейчас надо что-то делать. Эти истории, кстати, мало кто помнит, если получится. Сейчас могу отрекламировать, да, и просто себя. Газета «Взгляд» запускает проект. Новейшая история России, в том числе новейшая экономическая история. У меня там глава, капитана российского бизнеса. Они сейчас смотрят вторую версию, надеюсь, выйдет. Но это такой лонг-кориид, это почти 50 тысяч знаков, это как диссер, то есть там ссылки должны быть, вот как диссертации. Там очень высокие требования. То есть у меня там еще колоночка, но колонка – это просто мысли какие-то твои. А там очень высокие требования, если это выйдет, особенно у кого дети, вот как было. Хотя, опять-таки, с моей точки зрения, у них немножко странные требования. Вот они к первой версии сказали, ну почему ты про Челноков не написал. При этом связь инвест, это приватизация неинтересна. Про Бориса Йордана была глава, путь от ваучеров, считается, каждую восьмую ваучеру структуру купили, до IPO в Канаде марихуана. Сократить до одного абзаца. То есть мне не всегда их требования понятны, но требования заказчика. Но в любом случае продукт должен получиться очень интересным. И как только он появится, уже начали выходить главы, ну там про политику, естественно. У кого дети, я думаю, лучше прочитать вот эти главы и пишут люди, которые в теме, чем какие-то другие источники для новейшей истории России. Так все-таки ты не ответил. Тебя удивит доллар по 75 в конце года? Меня не удивит. Я скажу, что Минфин тогда продавил. И, к сожалению, Минфин, он всегда был сторонником именно такой меренно слабой валюты, что без проблем налоги собирались и так далее. У нас теневой сектор 300 ердов зеленых. Вполне нужно взять его налоги. Понятно, что с Лукоилом взять намного легче. Ну так работать надо. А что, все сошлось? Ну, да, слабый рубль. Кстати, я помню, это год 2002, Кудрин выступал в Думе. Ему задали такой вопрос. Я уже не помню, но смысл такой. А вот у вас в бюджете там 10% инфляция заложена, она оказалась 15%. Вот вы что, так плохо прогнозируете? Он говорит, да нет, мы специально инфляцию занижаем, чтобы, так как точно будет выше, точно исполнить бюджет, потому что исполнение бюджета считается топов в деньгах. Ну, неправильно все это, вот такие манипуляции с курсом, с инфляцией. Но Минфину, конечно, жить в таких условиях намного более комфортнее. Это зона комфорта для них. Александр, мы все обсудили. Или что-то я важный какой-то вопрос забыл вам задать? Ну, на самом деле, все-таки говорили относительно недавно по рынку, да, я сказал, достаточно все пессимистично, есть идеи, есть идеи, берите идеи, особенно второй эшелон, фрифлоут не очень большой по деньгам. Сейчас, я считаю, надо возвращаться уже после Газпрома к рынку в целом, и индекс МОС-биржи от нынешних уровней до конца года, фактически это остается один квартал, чуть-чуть больше, да, рост на 10-15% вполне возможно. Более того, нет нерезидентов из недружественных стран, как-то, наш рынок научился жить без иностранных денег. То есть фактически наша экспортная выручка будет где-то как-то пытаться компенсировать приток иностранных денег сюда. Все, спасибо большое за интересное интервью. Денег остальное купим. Да, мы все купим, главное, чтобы было здоровее. Не забывайте, что у Александра есть сарай, бакарик, сарай? Сарай в Берке, телеграм-канал и есть страничка ВК. Да, все, спасибо большое.